Благодарим за спонсорскую поддержку агента по недвижимости Анну Белинцеву, 905-252-03-88. Вы смотрите программу «Русские волн». На минувшей неделе православные христиане отмечали один из самых древних праздников православного календаря – Крещение Господне. 19 января съемочная группа «Русских волн» отправилась в поселок Березки Торонтовской губернии на праздничную службу в храм, построенный в честь Смоленской иконы Божьей Матери. Многие из вас хорошо знают это место. На карте поселок Березки вы не найдете. Так окрестили этот живописный пригород Торонто русские мигранты, основавшие здесь дачный поселок в 1954 году. Настоятель храма, отец Михаил, соблюдая традиции христианской церкви, был облачен в белые одежды. По великой любви к человеческому роду пришел на землю Сын Божий, принял на себя плоть человеческую. Через нее мы увидели славу Божию, присносущный свет и божество. Мы воспринимали его простым и доверчивым сердцем вифлеемских пастухов, которым ангелы Божьи возвестили о пришествии в мир Христа. Мы воспринимали его и мудростью трех восточных волхвов, которые истинное знание и глубокая мудрость привели к пещере Бога Младенца. Сегодня мы воспринимаем его, братья и сестры, на водах и орданских, слышим свидетельство о нем пророка и крестителя Иоанна. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Агнец Божий – жертва за нас и грехи наши. Притеча свидетельствует о нем предучениками и окружающим народом. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилем. Пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, заключает Притеча, что сей есть Сын Божий. Через иорданские годы Христос начинает свое земное служение. Вода – это жизненная стихия. Эта стихия может быть и губительной, и смертельной. С первых страниц Священного Писания мы узнаем о воде, дающей жизнь земле и всему, что ее населяет. В воде усвояется сила омовения, очищения и обновления. Господь благоволил начать свой искупительный подвиг на земле вступлением в иорданские воды, крещением в воде. В той воде, в которой до него многие по проповеди Иоанна Притечи каялись и омывали свои грехи. Христос по всему нам подобный, кроме греха, приходит на иорданские воды. Он не ищет омовения. Он приходит омыть воду и потопить в ней грех земли. Как воды всемирного потопа должны были истребить все греховное, что уже не могло устоять перед очами Небесного Судьи, так иорданская вода, получившая от Христа новую силу и новую благодать, должна была потопить грехи людские, их горечь и разрушительные последствия. Своим крещением Христос вернул естеству воды первоначальную чистоту, силу жизни и благодати. Сегодняшний день именуется Днем Бога Явления. Сын крестится, голос Отца слышен с Небес, и Дух Святой сходит на Сына в виде голубя. Таким образом, праздник Бога Явления делается для нас праздником Бога Ведения. После службы обряд причащения. Таинство причащения занимает важное место в христианском культе. По христианскому вероучению обряд причащения был установлен на тайне вечере с самим Иисусом Христом, который тем самым воздал хвалу Богу и Отцу, благословил и осветил хлеб и вино. Пометуя об этом, Церковь и совершает таинство причащения, которое состоит в том, что верующие вкушают так называемые причастия, состоящие из хлеба и вина. Веря в то, что они вкусили тело и крови Христовой, и тем самым как бы приобщились к своему божеству. В день праздника и в день крещенского сочельника совершается великое водоосвящение. Считается, что крещенская вода набирает особую силу и целебность. Крещенской водой лечат раны, окропляют каждый уголок своего жилья. Считается, что тогда в доме будет порядок и покой. Воду освящают не только в церквях, а также в реках, озерах и прудах. Для этого в них специально делаются проруби, называемые Иорданиями, в память о крещении в реке Иордан Иисуса Христа. Так и наши прихожане отправились на берег озера Симка, где совершится великое освящение воды. Господу помолимся, А ежа снисходите на воды сия, очистительному присущное троице действу. Господу помолимся, А ежа даровать и сиим благодати избавления благословению Иорданову, силою и действом и наитием святаго духа. Господу помолимся, Сам оба человека любчи царю, прииди и ныне наитием святаго твоего духа, и освяти воду сию. Сильный Бога, святительство ваше тебе, Возлюблено, Господи, Сыне, именуя, Игру, и неголубенье, Известство ваше словесе удовлетенье, Я в имя и сердце Божиим, И мир просвещай, слава тебе. О Иордане, крещающийся тебе, Господи, Крещающийся, являйся поклоненье, Родители, Бог, ваше свидетельство ваше тебе, Возлюблено, Господи, Сыне, именуя, Игру, и неголубенье, Известство ваше словесе удовлетенье, Я в имя и сердце Божиим, И мир просвещай, слава тебе. Я в имя и сердце Божиим, И мир просвещай, слава тебе. В О Иордане, крещающийся тебе, Господи, Троеческое веще поклоненье, Родители, Бог, ваше свидетельство ваше тебе, Возлюблено, Господи, Сыне, именуя, Игру, и неголубенье, Известство ваше словесе утвержденье, Благодать Духа Святаго! Благодать Духа Святаго! Я крещающийся тебе, Господи, Троеческое веще поклоненье, Благодать Святаго Духа! Родители, Бог, ваше свидетельство ваше тебе, Возлюблено, Господи, Сыне, именуя, Праздник продолжился за накрытыми столами. И хоть крещенские морозы, С которыми отождествляется праздник крещения, Нас помиловали, Тем не менее, все с удовольствием Отогревались в теплом, уютном зале. Чай, кофе, закуски, горячий суп – Все эти явства приготовили сами прихожане, А точнее, сестричество храма Во главе с матушкой Натальей. Для взрослых после обеда – розыгрыш лотереи, А для детей – подвижные игры. Одним словом, во славу Божию праздник удался. Желаем приходу в Березках продолжать расти и крепнуть, А его новому настоятелю, отцу Михаилу и матушке Наталье Благополучие и благоденствие. Ведь впереди много и церковных, и светских праздников, Которые соберут православных жителей Торонто и его пригородов В поселке Березки Торонтовской губернии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok